С 24 октября по 6 ноября школьники всех регионов страны состязаются в испытаниях в рамках финального этапа летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Отправилась туда и омская делегация. На протяжении всего лета более тысячи учащихся из всех районов области и города старались проявить свои способности, чтобы попасть в состав команды. Мероприятие проходило в два этапа. Первый этап был муниципальный, то есть все центры тестирования наших муниципальных районов, плюс в районном центре города Омске проходили испытания. Всех желающих данной возрастной категории, то есть третья и четвертая ступень. Затем лучшие 60 результатов были приглашены на региональный этап, который проходил здесь, на центре олимпийской подготовки «Авангард», по той же программе. И из 60 лучших приглашенных, 8 человек, которые стали победителями регионального этапа, попали в сборную команду Омской области. Для того, чтобы представлять наш регион на всероссийском уровне, еще на протяжении месяца ребята проходили подготовку. Им предстояло подтянуться в некоторых дисциплинах, а также в теоретической части. Когда определился состав команды, мы решили, что их нужно немножко потренировать, поучить, потому что есть такие виды спорта, как стрельба, например, где не все владеют этим навыком. И поэтому решили обратиться в ЦОП «Авангард», чтобы они оказали нам такую помощь в подготовке нашей команды. По стрельбе проводились тренировки, по плаванию. Самооборона тоже ввели сейчас такой норматив, как у ребят четвертой ступени, это самооборона без оружия. Поэтому договоренность была с преподавателем Сибгувка, который приходил и ребят также тренировал в этом направлении. Ну и были розданы теоретические материалы, где они уже самостоятельно готовились. Воспитанник Омского кадетского корпуса Иван Загребин уже второй раз стал участником Омской делегации, поэтому отправлялся на фестиваль без особого волнения. Но отметил, что в этом году возможность попасть в команду для него стала еще более радостной, ведь их ждали не только спортивные состязания, но и отдых в Артеке. Кроме того, программу фестиваля дополнили насыщенной образовательной программой. Я думаю, что в этом году посложнее было, потому что все-таки мероприятие проходит в более таком в Артеке, в Крыму, все хотят туда попасть. Для меня это значит, для себя я делаю какое-то открытие, какой-то успех для меня. Я достиг этой цели, я хотел поехать, я поехал. Главное – тренировки и желания, и все будет. Остальные семь делегатов поехали на соревнования впервые. Перед выездом все переживали, но держали боевой настрой и стартовали в Крым с уверенностью, что их команда сможет проявить себя достойно. Я очень волнуюсь, потому что такая ответственность. Все-таки выступаю за Омскую область, поэтому я должна выступить хорошо, чтобы мной гордились мои родители и также мой тренер. Жду массу впечатлений. Конечно, очень хочется, чтобы я осталась там незамеченной. Всего на финальном этапе выступают 680 лучших учащихся из 85 субъектов Российской Федерации. На сегодняшний день наши ребята удерживают 31-е командное место в рейтинге. Но испытания продолжаются. До 6 ноября у них еще есть все шансы усилить свои позиции. Совершенная техника.